Рокотовское кладбище носит статус несанкционированного, но старые могилы сменяются свежими захоронениями. Ирина Антонова выступает в качестве проводника. Для нас она единственный свидетель, кто еще в детстве видел братскую могилу защитников Саратовского неба в 43-м году. Да, там было несколько женщин, зенитчица, был такой вот конусный памятник старый, такого образца, и вот они были, фамилии все. Фотографий не было, а фамилии были перепишутся навсегда. Вот Саратовчанки девочки. Их имена Ольга Кумылганова, Григорий Лукин, Анна Коляка, Антонина Соколова и Павел Горячкин. Здесь даже пройти невозможно. Поваленные деревья сносят кресты, сплошная свалка и заград, могильных памятников и венков. Ирина Григорьевна звонит подруге, может та поможет. Там, помнишь, было памятник зенитчицам девочкам? Не помнишь, да? Вот они хотят репортаж, вот, и вот мы сейчас здесь вот ищем, но ты понимаешь, вот я эту расщельную, сюда мы вышли, мы вышли, пришли в это место, но так уже здесь все видоизменилось. Знакомая расщелина, но здесь уже новые захоронения след братской могилы теряется за давностью лет и безразличием. Я думаю, что просто его уже нет, этого памятника. Может быть, просто кладбище неухоженное, за них никто не отвечает, и кому-то нужно было просто место это. Вот и все. Вот, подвинули, выкинули, это хорошо, если положили, а то, может быть, и... Потому что и такие случаи здесь случаются. Это как вот, вот, с заборчиком, что... Вот, да, да, может быть, и такое. Свалка из надгробной атрибутики, заросшей плющом, вырванной из земли обелиск, по всем описаниям Ирины Антоновой, скорее всего, и есть то, что украшало некогда братскую могилу зенитчиц. Такой был. Их было-то, я говорю, 10 могил здесь. То есть, похоже было... Похоже вот на этот памятник, да. Да, 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 да. Да, полагаться только на одного человека, может быть, и не совсем правильно. Но сюда явно давно никто не приносил цветы на День Победы. Может быть, мы просто не там искали, хотя Ирина Антонова вряд ли ошиблась. Но дело не в этом. В интернете появилась информация, что могилу зенитчиков с Рокотовского кладбища собираются переносить наувек. Что же, выходит, собираются переносить? Кто найдет точное место захоронения? Главным напоминанием о подвиге саратовских зенитчиков является это орудие, установленное в 83-м году. Сейчас место для распития спиртного по вечерам, а школу 53 украшает мемориальная доска. За памятью о подвиге следит Елена Козеева. В 43-м году, когда Саратов стал профронтовым городом во время Сталинградской битвы, встал вопрос, как защищать наше небо. И, естественно, было организовано войска ПВО. По всей, буквально, берегу Волги стояли зенитки. Фотографий участников тех сражений в музее нет. Елена Козеева отправляет нас на поиски могилы на то же Рокотовское кладбище. Якобы там за могилой ухаживают из ближайшей школы. Тут Ольга Кумылганова, Григорий Лукин, Анна Коляка, Антонина Соколова и Павел Горячкин. Это вот непосредственно тот самый расчет, который погиб. Они были захоронены на Рокотовском кладбище. Там до сих пор их есть могила. За ней ухаживает 38-я школа. Ну, просто они там рядышком. Вот. Ну, иногда говорят, что у нас здесь они захоронены. Но это неправда. Здесь могилы нет. Подробности того боя знает Георгий Фролов, редактор книги памяти. Сражение было ожесточенным. Смерть ужасной. Они сидели на увеке. Бак был. А в баку там находился Горячкин. И девчонки вели огонь по самолетам, которые бомбили. Не сошли с места. Герои. И бомба упала прямо на них. И они туда. Бак, где горел. Их похоронили. Но и он уверен, что могила еще существует. Я приблизительно знаю жить. Я был там. Но там недостойно. И это мягко сказано. Георгий Васильевич даже предлагает выступить в роли проведника. Но, скорее всего, результат будет тот же. Могилу не отыщут. Контрастом к забвению выступает так называемое немецкое кладбище. Вверх по молодежному проезду к лесу. На немецком кладбище все выглядит довольно скромно. Здесь похоронены те, с кем велись ожесточенные бои в период Великой Отечественной. Здесь есть только свежевыкрашенные черные кресты. Но нет поросли кустарника. Нет мусора. Все ухожено. И, что удивительно, на молодежном проезде и старым лад знают сюда дорогу. Здесь похоронены немцы и венгры. Говорят, что останки земляков уже давно вывезены на родину. Но при этом их имена высечены на холодном граните и никогда не затрутся. Есть еще пример того, когда немецкий труд в послевоенные годы до сих пор стоит на службе российскому отечеству. Улица Лагерная. Название говорит само за себя. Ну, наверное, пленные здесь вот. Вот эти вот немцы-то жили. С тех пор здесь выросло уже не одно поколение, но все знают и помнят, кто ставил эти дома. Немцы строили. Немцы, да? Ну да. А вот сами... Вернопленные. Вот эти сами дома тоже их? Вы же раньше меня приехали сюда. Ну, немцы строили здесь дома. Я сам родился, я застал, то строил. Не знаете, каких годов постройки на память? В 47-й и 48-й годах. Судя по надписи на въезде в Рокотовское кладбище, наверное, на месте братского захоронения уже кто-то покоится. Все траурные мероприятия в канун 9-го мая проходят возле зенитки на Улишах. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...